Я для себя с этим выбором давно определился, это, конечно... Добрый день, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Верхотуров Михаил, пиарщик, блогер, политолог, называйте как хотите. Ваше отношение к политической ситуации в регионе? Политическая ситуация такова, что сейчас творится, наверное, самый лучший цирк, который был у нас в республике Хакасия, заезжий, не заезжий, то есть выступают различные клоуны, боты, то есть полный набор того, что предусматривает настоящая демократия, о которой все грезили и мечтали. Пожалуйста, получите. Вот исходя из того, что происходит сейчас, утверждаешься во мнении, что в регионах вообще выборов быть не должно губернаторов. То есть пусть их назначают, но только чтобы вот этого бардака и хаоса больше не было никогда. Потому что люди должны жить, работать, развлекаться, но самое главное, должны быть уверены в завтрашнем дне. А такой уверенности я сейчас у многих не наблюдаю, как в бизнес-сообществе, как в политическом сообществе, так и среди простых людей. То есть с этим пора заканчивать уже, наконец-то. Как относитесь к проекту «Народная глава»? К проекту «Народная глава», исходя из того, что сейчас, какую ситуацию мы получили, я отношусь крайне положительно, потому что, наверное, это один из немногих реальных выходов из вот этой ситуации в данный момент. Но опять же, есть определенный недостаток у этого проекта. То есть когда он стартовал, когда активисты пошли с уличными опросами, и там оказались на некоторых участках достаточно неожиданные результаты, то есть если определенные люди вышли, вошли в число первых, например, десяти, то в итоге он в списке, если это, конечно, не фейк, я, допустим, этих людей не обнаружил. На мой взгляд, эта идея дискредитирует, прошу прощения, не идея дискредитирует, вот этот факт дискредитирует саму идею. То есть такого быть не должно. А в целом проект, конечно, хороший. То есть это показатель народного доверия к различным людям. Как вы относитесь к Валентину Олеговичу? Валентина Олеговича я немного знаю лично. Мы даже встречались с ним в суде. Он был представителем другого молодого коммуниста. Было это примерно пять лет назад. То дело Валентин Олегович у меня выиграл. Я заплатил по итогу 45 тысяч рублей наших российских за оскорбление коммуниста, молодого того самого Артема Голубничева. Но вот те требования, которые они тогда выдвинули, и то, что они получили в итоге, какой вердикт суда, свидетельствует о том, что суды у нас абсолютно беспристрастны. То есть то, о чем кричат коммунисты, как правило, не подтверждается. Взяли и осудили Единоросса. Ну не осудили, а выиграл дело коммунисту Единоросса. То есть получается, у нас система вся работает. У нас есть возможность у коммунистов говорить все, что они хотят, вплоть до призывов к эволюциям, и им за это ничего не бывает. Но при этом они постоянно кричат о несовершенстве системы, о том, что все продано, о том, что все куплено и так далее. И Валентин Олегович был одним из участников этого процесса. Как видим, прошли годы. Валентин Олегович продвинулся по партийной линии с такими лозунгами. Ну что, я могу только, наверное, поздравить его с такой блестящей политической карьерой, которую он совершил в рамках своей коммунистической партии, где правили одни люди в возрасте, которые говорить-то толком пароль не умели. Сейчас, какой он человек, сказать трудно, потому что я с ним давно не общался лично, и с тех пор я не думаю, что в корне изменилась его личность. То есть я не могу сказать о нем чего-то прям такого суперплохого, но я считаю, что он, в мое личное убеждение, не готов быть губернатором Хакасии. 11 ноября как никогда надо взять себя в руки, избавиться от похмелья некоторым гражданам, забыть о том, что есть какие-то другие дела, и прийти на избирательные участки, потому что та ситуация, которая сложилась, требует от нас, от всех здравомыслящих людей активного действия. Не такого уж и тяжелого. Надо просто прийти и проголосовать. Если вы хотите голосовать за популизм, пожалуйста, это ваш выбор, но вам потом с этим жить. Но если вы хотите, чтобы у ваших детей, у ваших родителей было нормальное будущее, по крайней мере, на ближайший период, то рекомендую вам все-таки прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. Я для себя с этим выбором давно определился. Это, конечно же, против. Расскажите про Единую Россию. Почему Единая Россия, по сути, проиграла эти выборы и теряет свой электорат, доверие, уважение у граждан региона и страны в целом? Ну, все вы, наверное, знаете о пенсионной реформе и о рейтинге, который сложился у Виктора Михайловича к моменту выборов, которые прошли. И общая усталость от партии, то, что он долго руководил. Я к нему лично с большим уважением отношусь, но я понимаю, выбор уже сделан, который, к сожалению, привел к такому коммунистическому шабашу. Единая Россия будет обновляться, это очевидно, и будет пересматривать приоритеты какие-то свои во внутриполитической работе, в контрработе. Это неизбежно ждет любую проигравшую сторону. Но проиграли мы на коротком отрезке, а вы не забывайте, что война-то еще не проиграна. Так что партию ждет обновление, это очевидно. То есть будет война с КПРов? В том числе. Ну, никуда не деться от этого. Как вы себя видите в партии? Вопреки мнению различных умников из числа оппозиционеров, я никогда не стремился сделать карьеру в партии. Мне много раз предлагали перейти на работу, на хорошую должность в исполнительную власть, по партийной линии продвинуться, то есть участвовать в праймеристам постепенно, потихоньку стать депутатом, потом горсовета депутатом Верховного Совета в перспективе. У меня нет стремления занять какую-то должность. Я просто вижу, что на текущий момент это ведущая политическая сила, которая предлагает людям позитивную повестку, а не вот, знаете, лозунги и негатив. То есть я себя отношу к людям дела, которые пашут на работе и в жизни стараются каких-то там нравственных ориентиров, хороших придерживаться. Поэтому я с Единой Россией. Вот так я себя вижу. То есть я в партии никуда оттуда не перебегал, перебегать не собираюсь. И я понимаю, что мне было бы выгоднее быть беспартийным, но вот так случилось, что я в партии и я с ней до конца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...